В институте управления, соответственно, у меня действительно есть так называемые навчальные видпуски для того, чтобы учиться. Но это не значит, что городского голова отсутствует или же не занимается теми делами, которые есть. Действительно, в понедельник я находился в навчальной видпуске, хотя первую часть дня я провел в городе, проводил совещание. После этого выехал в институт, был в институте и еще успел попасть в Днепропетровскую облах администрацию, в Днепропетровский облсовет, где сегодня решаются вопросы, связанные с бюджетом. Вы знаете о том, что у них 2 декабря будет сессия облсовета, на которую будет приниматься бюджет на 2017 год. Соответственно, я находился и там, для того, чтобы решать те проблемы, которые существуют непосредственно в том, чтобы понять, что будет все-таки в бюджете с 2017 года, из областного бюджета. Во вторник утром я отозвал себя из отпуска и, соответственно, со вторника приступил к выполнению своих служебных обязанностей. Поэтому вот это вкратце, что я хотел сказать. То есть я понимаю, что кому-то выгодно напрягать ситуацию, я понимаю, что ситуация достаточно сложная и специфическая. Но на самом деле я понимаю, что есть контроль и, соответственно, все действия, которые происходят, они под контроль. Если городского головы, извините, нет на горящей ТП, это не значит, что городской голова, извините, не знает и ничего не делает. Все решается в режиме онлайн, в телефонном режиме, и, соответственно, все службы докладывают. И если что-то необходимо сделать, соответственно, я уже говорил вам в прошлый раз о том, что 120 звонков в день. И, соответственно, эти звонки, понятно, не пустые, какие-то слова, это решение проблем, которые существуют в городе. Но вот вкратце, наверное, о том, что происходило вчера, вы знаете сюжет, который уже, наверное, все видели. Наверное, несколько слов о том, что у нас сегодня происходит с обеспечением тепла. Мы включили трубников 47, это амбулатория 1, амбулатория 3. И, к сожалению, там произошла непредвиденная ситуация, когда поставили теплоаккумулятор, он оказался немного больше, чем предполагалось по проекту. И, соответственно, возникла проблема с его установкой. То есть его установили, но он просто не выдержал нагрузки. Инвестор подключил напрямую, и, в принципе, на сегодняшний день идут пусконавадочные работы, то есть спускается по стоякам воздух, и уже есть идут. По поводу объектов, которые мы с вами говорили, это по поводу трех объектов, это школа и один объект детский сад. На сегодняшний день практически завершены работы, связанные с подготовкой к пусконавадочным работам. 13-я, 2-я школа. 2-я школа, ну, я надеюсь, да, и уверен, что все-таки это произойдет. В пятницу начинаются пусконавадочные работы по второй школе, и в субботу начинаются пусконавадочные работы по 13-й школе. Соответственно, мы надеемся на то, что в понедельник уже будет в данных объектах тепло. По школе номер 7 обещали, вернее, не подрядчики, а производители оборудования, что должно было сегодня выйти оборудование, но отложили они на один день. Я не могу сказать, что я уверен, да, но надеюсь все-таки на то, что завтра выйдет две мини-котельные. Котельные – это на исполком и на 7-ю гимназию. Предварительные работы по 7-й гимназии практически завершены, те, которые необходимы были. Соответственно, ждем котельную, идет обвязка котельная, и начинаем пусконавадочные работы. Я думаю, что в ближайшее время это уже будет. По 30-му садику, как я в прошлый раз вам говорил о том, что НГРС отозвал свои технические условия, соответственно, мы решили, что мы пойдем по другому пути. Сейчас разрабатывается проект, в ближайшее время будет его экспертиза уже. Это типовой проект по твердотопливным котлам. И я думаю, что те сроки, которые мы обозначили, они будут выполнены. Мы решили, что все-таки необходимо детей оттуда, будем говорить так, не расформировать, а на тот период строительства, который будет, детей разместили по другим детским садам. Соответственно, дети находятся сегодня в тепле. Ну вот, вкратце, по ситуации, которая есть. Несколько слов по НГРСу, по облэнерго. Понятно, что любая организация хочет выглядеть хорошо. Мы прекрасно понимаем и не снимаем с себя вины того, что происходит сегодня. Но нужно реально понимать, что мы тем, что мы переходим на индивидуальное отопление, мы с вами все-таки их подтолкнули к тому, что они начали делать. То, что они не делали десятилетиями. Давайте реально смотреть. Это одна из структур монополистов, которая получала всегда деньги, и, не дай бог, есть просрочка, сразу же отключала. В отличие от теплосети, которая не могла отключать людей и накопила долги. В отличие от нашего водоканала, который сегодня тоже имеет огромные долги населения, в первую очередь населения. Поэтому инвестиционные планы они никогда не делали. И то, что сегодня делается, это реально очень здорово. Почему у них произошла задержка? Ну и говорят о том, что в июне месяце город предупредил. Город предупредил в начале апреля месяца о том, что не будет уже в городе центрального отопления. Я могу сказать больше. В течение многих лет, я, будучи депутатом, будучи исполняющим обязанности городского головы, бывший руководитель НГРЭСа, Аблогин, всегда говорил о том, что наши сети выдержат, что у нас все хорошо, переходите на индивидуальное отопление. Это я не для того, чтобы каким-то образом себя сказать, что вот они виноваты. Не они виноваты. Это ситуация, в которой мы оказались, на самом деле, так сложилось уже. Поэтому, когда мы, помните период отопительного периода, 14-15 год, когда мы пытались перевести Корбутов, третий участок, помнят все, потому что там тоже мы отказались от центрального отопления. И когда мы начали переводить, и об этом уже НГРЭС знал, что мы постепенно будем переходить, ну, вернее, не постепенно, а 2014-2015, 2015-2016 мы будем уходить от центрального отопления. Вы помните, те проблемы возникали в частном секторе в зимний период времени. То есть, по большому счету, они должны были эту делать работу, начиная с 2014 года. Ну, имеем по факту то, что имеем. Я уверен, что те проблемы, которые существуют, они решат. И уверен, что если будут возникать проблемы у населения, то достаточно быстро и оперативно они будут их решать. Ну, возьмите пример пятницы. У нас пятница действительно было достаточно много проблемных вопросов. В прошлой неделе, да, это две трансформаторные станции, плюс еще пять домов, были проблемы непосредственно с автоматами. Они оперативно до 12 часов решили те проблемы. Не ждали субботу, воскресенье. Я понимаю, что если бы их не, будем говорить так, не напрягали, то, соответственно, они бы решали эти проблемы с понедельника. Но они прекрасно понимают, что есть определенная проблема. Поэтому в оперативном порядке сегодня все проблемы, которые возникают, они решаются. Кроме этого, 1 декабря, я уже говорил в прошлый раз о том, что будет колл-центр только на Никопо, Никопо-Марганиц и Покрово. Будет 120 человек, которые будут работать над аварийными ситуациями, которые могут возникать в нашем городе и в тех двух городах, которые тоже перешли на индивидуальное отопление. У нас сегодня полное взаимопонимание есть с НГРСом, у нас есть полное взаимопонимание с облэнерго, есть полное понимание с горгазом и облгазом. То есть сегодня в режиме онлайн, если возникает проблема, мы их пытаемся решать и решать, успешно решать. Поэтому в любом случае будет какое-то определенное негодование. Но решив один раз, мы в дальнейшем избежим тех проблем, которые могут возникнуть. Я опять же приведу самый простой банальный пример. Я уже много приводил примеров. Помните, я рассказывал про горбольницу, о том, что оставили кусочек трубы, и два раза была авария. Помните, да, наверное? Приведу пример 31-й садик. Мы поставили котельную на третью школу. В третьей школе она отапливает третью школу, 31-й садик, бабушкину школу и амбулаторию. Две аварии, 31-й садик, старая труба, порядка 50 метров оставили трубы. То есть понятно, что мы не успевали физически все путепроводы поменять. Поэтому запитались старым, надеялись, что оно будет нормально. Вот в результате две аварии за последнее время. На сегодняшний момент ведутся работы. Вот можете представить это по тем оставшимся путепроводам, которые есть минимальное количество, которые осталось, такие проблемы. Можете представить, что было бы, если бы город был на центральном отоплении. То есть это достаточно серьезная проблема. Пожалуйста, может быть, у кого-то есть какие-то проблемы, я постараюсь на них ответить. Как у них начался сезон? Какие проблемы есть? Смотрите, проблемы на самом деле у всех одинаковые. В Марксе немного больше проблем, в Крове немного меньше проблем. К ним зашли все-таки инвесторы, которые работают на твердотопленных котлах. В них объекты все-таки были не разбросаны по городу, как у нас это было. В них все-таки они более компактно располагались. Соответственно, в Покрове, допустим, нужно было построить одну котельную, все бы твердотопленную, но большой. Соответственно, они включились, ну, где-то 18 ноября, насколько я помню, включился Покров. В Марганце, насколько мне известно, огромная проблема с электроэнергетикой. То есть они рассчитывали на то, что они будут делать все-таки на индивидуальное отопление, переводить по газовым котлам. Но когда посчитали, то поняли, что это огромная проблема. Мы немного раньше начали работать. То есть мы реально начали и усиливать щитовые, и, соответственно, делать заземление. То есть мы работы производить начали раньше. И у нас, может быть, ну, все-таки у нас ресурс больше. У них это немного затянулось, и это намного позже произошло. А, насколько мне известно, там, конечно, проблемы есть. Ну, там четыре котельные, насколько мне известно, твердотопливные. Соответственно, возникали проблемы, в том числе и с подрядчиками. Самое банальное, самое простое. Котельная стоит, она уже включена, работает, а труб нет. То есть эти проводы не могут сделать. Почему? Потому что есть проблема в Украине с покупкой труб. И у нас такие проблемы были на некоторых объектах. То есть мы не могли вовремя сделать, потому что не было труб, которые необходимо было, ну, соответственно, поменять. То есть, ну, в принципе, я, конечно, не усугублялся в те проблемы, которые существуют сегодня в Марганце и в Никополе. Извините, в Марганце и в Покрове. В первую очередь меня интересуют те проблемы, которые у нас в городе. И можете представить, что в городе все-таки, извините, 116 объектов, да, из них половина перешла, вернее, была на индивидуальном отоплении, половину мы запустили. У них, конечно, количество намного меньше, поэтому немножко, как бы, разные весовые категории, можно так сказать. Закупка труб, это трубы, которые не вырабатывают на нашем заводе трубных площадок? Пожалуйста. Скажите, ну, по поводу того сюжета, будет еще как-то городская власть реагировать помимо пресс-конференции? А реагировать на что? На этот сюжет. Слушайте, ну, а мы напишем письмо о том, что просим просто более корректно выписывать ту информацию, которую дают. Ну, по большому счету, подавать в суд, там, еще что-нибудь, я не вижу смысла. Я понимаю, что не очень приятно, там, в социальных сетях читать о том, что городской руководитель отсутствует. Ну, неприятно, да, я понимаю. Но, с другой стороны, ну, вы, наше информационное пространство, я надеюсь, что вы лицезрели меня, да, увидели. Вот я здесь, ну, не загорел еще вроде как, да, не успел загореть, наверное. Поэтому, как бы, ну, понятно, что мы разместим пресс-релиз, пресс-служба разместит в информационных сетях о том, что, ну, произошла ошибка. Я думаю, что, если бы хотя бы написали о том, что в навчальном отпуске, ну, наверное, это было бы корректно. Первый, кто мне позвонил, мама. Сынок, а что это? Меня можно обвинять во многих вещах, да, но отсутствие меня на рабочем месте, или же не, извините, решение своих каких-то личных проблем во время рабочего дня, или же еще что-то, ну, в этом меня обвинить невозможно. Я всегда нахожусь на своем рабочем месте, когда нужно раньше, когда нужно позже, ну, соответственно, как бы, всегда на связи, поэтому я не вижу проблем. У меня включен телефон круглосуточно, и по, так называемым инструкциям, и в ночное время мне звонят, если вдруг какие-то происходят ситуации чрезвычайные, я не имею права выключать телефон, ну, это так должно быть, и так есть, да. Но это не значит, что необходимо, извините, заседать, сидеть где-то в одном месте и тому подобное. Это все ерунда. Давайте отходить от советских принципов. Есть, извините, решение проблем в режиме онлайн, есть телефоны, есть скайпы, есть, ну, говорить так, совершенно другое время пришло. Уже совершенно по-другому все проблемы решаются. Я вам уже показывал, каким образом я отслеживаю ситуации по теплу в школах и детских садах, да. Скажите, мне не нужно, мне приносят оперативную информацию каждый день, какая температура в школе или в детском саду. Мне не нужно бумажные виды. Я еще их и проверяю. Здесь посмотрел, сделаю. Зачем вы меня обмануете? Написали на 2 градуса будешь. Мне не нужно это уже все. Потому что я реально контролирую ситуацию. Мы сегодня реально контролируем ситуацию с той техникой, которая есть у города. Опять же, в GPS-навигации мы видим, какие аварийные службы где находятся. В ближайшее время, я думаю, что это будет на обозрение всем никопатчанам. То есть нужно доработать эту систему. Пока я вижу в онлайн, где они находятся, что они, ну куда они едут или где они остановились, но еще информационные строки о том, что, какую проблему они устраняют, этого еще нету. К этому дорабатываем. Но в принципе, в дальнейшем будет информационная карта, которая реально будет понятна, где, что делает коммунальная техника. Знаете, вот было до смешного доходило. В прошлый год, когда у нас наступила настоящая зима, у меня возникал вопрос, где техника? Вот техника есть. Так вот, можете представить, я ночью ездил, проверял, где техника. Выезжает она действительно или нет? Что она делает? Я не вижу, чтобы убирали дороги. Но вот я не вижу, я проезжаю, я их не вижу. Андрей Петрович, вот так, пожалуйста, где сейчас машины? Там-то там. Выезжаешь, едешь, смотришь, где машина. Но это ненормальная ситуация, да? Сегодня в режиме онлайн я посмотрел, и также каждый житель посмотрел, и сказал, ага, здесь была машина, она убирала снег. Ну что-то не видно, что не убрали снег. Значит, плохо убрали снег. То есть, ну, извините, у нас сегодня 21-й веб. Все сегодня полностью компьютеризированы, информационно обученные, да, и по большому счету ко мне поступают вопросы от бабушек по электронной почте. Бабушек, нормальное явление? Пожалуйста. Ну, посмотрите, в первом приближении мы видим уже бюджет, конечно, 2017 года. Какие есть определенные проблемы? Знаете, когда я говорил о том, что процесс децентрализации, это реально очень классно, и мы ощущаем, уже видим деньги, и если взять этот год, это при выполнении больше 50 миллионов гривен, я реально понимал, что эти деньги будут, мы сегодня их затрачиваем на децентрализацию отопления, а в следующем году это будет уже бюджет развития. Но я немного ошибся. Почему? Я уже, наверное, говорил, но еще раз напомню, да, о том, что в первом чтении бюджет, который принят на 2017 год государственным бюджетом, предусматривает измененные субвенции по медичной и осведенной субвенции. Если мы в прошлом году получали областную, вернее, государственную субвенцию, медичную и осведенную на заработную плату, на техническую заработную плату, на технический персонал и на энергоносители, то в этом году мы получим субвенцию, исходя из заработной платы. И все. То есть энергоносители, это будут на совести городских бюджетов. Ни много, ни мало, а это больше 25 миллионов гривен. Соответственно, вот вам уже в минус, ну не минус, а вот вам деньги, которые необходимо уменьшить. Кроме этого, вы помните о том, что я уже называл цифры, о том, что, допустим, медичная субвенция порядка 88 миллионов, потратил город около 120 миллионов. То есть на душу населения, как рассчитывается субвенция? На душу населения. То есть население Никополя, соответственно, увеличивается. Вернее, подсчитывается и дается уже субвенция для города Никополя. Но не учли один факт. И мы, наверное, с вами этот факт обсуждали, но я еще раз вам об этом скажу. Когда начался эксперимент, медицинский эксперимент, помните, да, об этом, говорили о том, что будут так называемые госпитальные округа. Соответственно, допустим, скорая помощь, это уже практически госпитальный округ. То есть он обслуживает Никополь, Никопольский район, Марганец, Покров, Саванянский район. А первичный уровень медицины, то, что наши первички, обслуживают только население города. А непосредственно вторичный и третичный уровень, это наши больницы, и третичный уровень, это уже уровень области. Соответственно, наша вторичка, это наши городские больницы, обслуживают на сегодняшний момент не только никопольчан. Они обслуживают Никопольский район, они обслуживают Покров, они обслуживают Марганец. В результате происходит что? Мы их принимаем, но субвенцию рассчитывают на душу населения Никополя. В результате происходит перекос. То есть у нас увеличиваются затраты из местного бюджета и возникла проблема. Когда наш дом не работал, помните этот период, наши роженицы, женщины, ездили в Покров. Мы из своего бюджета выделяли деньги, то есть закрывали те деньги, которые они затратили на наших женщин. Соответственно, мы написали письмо в этом году о том, что пожалуйста, Никопольский район, давайте-ка посчитаем, сколько ваших жителей, ну не все наши жители, но жителей Никопольского района, сколько жителей Покрова, сколько жителей Марганца, Тамаковского района, Тамаковки, Солонянского района обслуживаются в городе. И пожалуйста, давайте бюджет участия. Мы не можем на себя это все брать. Поэтому у нас возникает проблема, мы не можем отремонтировать инфекционную больницу. Не можем, реально не можем. И вот бюджет 2017 года, исходя из того, что я вижу на сегодня, программа УЖКХ 2016 года 88 миллионов. План 2017 года 60 миллионов. Больше не можем. А запросов 160 миллионов. И вот так по каждой программе, которая есть. Опять же, освита и медицина, практически денег на развитие мы не даем. Хотя видим молодые годы. Ну, надеемся на то, что все-таки из областного бюджета будут выделены деньги на развитие. Надеемся, что из государственного бюджета будут выделены деньги. Ну, я уже говорил в прошлый раз о том, что мы выиграли 4 проекта по фонду регионального развития. Да, по фонду регионального развития государственного. Ну, вот дополнительный ресурс, который мы можем потратить. Ну, опять же, там школа, амбулатория и больница. Было 4 проекта, но реально на сегодняшний день 3, потому что у нас появились немножко денег. Мы направили на амбулаторию Ножиковского, насколько я помню, мы ее сделали. Хотя она была забита тоже в данных проектах. Кроме этого, ну, бюджет 2017-го областной, там тоже есть деньги, выделяются на город Никополь. Ну, не так, как хотелось бы, да. Ну, спасибо им за то, что хотя бы то выделяют. А там время покажет. Они тоже пока не понимают свой бюджет. То есть они принимают 2 декабря его, но по старой системе. И там есть определенная проблема. Я уверен, что там в марте месяц он будет корректироваться. Соответственно, дополнительно мы получим еще деньги. Ну, то есть таким образом.